Здравствуйте, дорогие ребята 8 класса! Сегодня мы с вами пройдем химическое равновесие. Хорошо, скорость химических реакций мы уже с вами изучили. Факторы, влияющие на скорость химических реакций тоже рассмотрели, а сегодня рассматриваем химическое равновесие. Приготовили тетрадочки, а я начинаю. Обратимые реакции. Для начала давайте вспомним, что такое обратимые реакции. Как уже говорилось ранее, вещества, вступающие в химическую реакцию, называются реагентами, а получающиеся в ходе химического превращения продуктами реакции. С этим понятием вы уже знакомы. По правилам реагенты записываются в левой части уравнения, как вы уже знаете, а продукты в правой части. Однако в реакционной смеси тоже может протекать как взаимодействие реагентов, так и взаимодействие продуктов. И такие реакции называются обратимыми реакциями. Давайте теперь с вами все вышесказанное закрепим на образование жидкостно-парового равновесия. Смотрим, ребята. Как вы видите, в первой колбе происходит процесс испарения. Хорошо, это идет с наиболее высокой скоростью. Чем больше идет увеличение пара, тем, обратили внимание, дальше будет происходить процесс конденсации, то есть обратный процессу испарения. Следовательно, в процессе конденсации данная скорость для данного процесса начинает постепенно увеличиваться, а процесс испарения, а точнее скорость процесса испарения замедляется. Что же происходит в итоге? В итоге происходит так, то что скорость процесса испарения постепенно становится равной скорости процесса конденсации. Обратили внимание, это уже процесс происходит в третьей колбе. И именно в такой момент, когда данные скорости приравниваются, наступает жидкостно-паровое равновесие. Хорошо, ребята. Дальше смотрим определение и записываем. Реакции, которые при заданных условиях протекают как в прямом, так и в обратном направлении, называют обратимыми реакциями. Хорошо, ребята. Надеюсь, данное правило вы записали. Я могу продолжить. Смотрим, чтобы отразить возможность протекания такой реакции в прямом и обратном направлении в химическом уравнении не ставит знак равно, а использует знак обратимости. То есть стрелочка прямая, стрелочка обратная. Это говорит о том, что реагенты, образуя продукты, продукты тем самым образуют реагенты. То есть происходит обратимый процесс. Продолжим, ребята. Следует отметить, что обратимы практически все химические реакции, но для протекания некоторых типов реакции в противоположном направлении требуется больше затраты энергии. Тогда их считают необратимыми реакциями. Я бы посоветовала данное определение тоже записать. Продолжим, ребята. Обратимые реакции очень распространены в химии. К ним относятся диссоциация воды и слабых кислот, гидролиз некоторых солей, реакция водорода с бромом, йодом и азотом. Многие промышленно важные реакции, такие как, обратили внимание на данные реакции, можете также их быстренько записать. Смотрим, ребятки. Это образование СО3, образование метанола. Будете проходить в 10 классе. Образование также некоторых следующих органических веществ, как ацетилена. Здесь также этанола. Образование монооксида углерода. Ну и дальше можете также увидеть при последней реакции то, что также образуется монооксид углерода и выделяется водород. Все эти реакции, ребята, являются обратимыми реакциями. Продолжим. С точки зрения эффективности проведения промышленного химического процесса, обратимость реакции является негативным фактором, так как выход продукта в таких реакциях не превышает 30%. Здесь мы с вами можем прийти к выводу то, что обратимость реакции не так-то уж и хорошо. Продолжим. Химическое равновесие. Вот уже, когда мы с вами повторили, что такое процесс обратимости, что такое процесс необратимости, рассмотрели некоторые виды данных реакций, можем уже приступить к понятию химического равновесия. Во всех обратимых реакциях скорость прямой реакции уменьшается. Скорость обратной реакции возрастает до тех пор, пока обе скорости не станут равными и не установится состояние химического равновесия. То есть, когда скорость прямой реакции становится равной скорости обратной реакции, то в данный момент устанавливается химическое равновесие. Смотрим дальше, ребята. И из данного графика вы можете увидеть изменения во время скорости прямой и обратной реакции до достижения состояния равновесия. Смотрим. Обратили внимание. Скорость прямой реакции постепенно уменьшается, потому что реагенты взаимодействия друг с другом также начинают уменьшаться. Следовательно, скорость обратной реакции постепенно увеличивается. Там уже образуются продукты реакции, которые также способны взаимодействовать и создают скорость обратной реакции. Хорошо. В какой-то момент, как вы видите в точке G, скорость прямой реакции становится равной скорости обратной реакции. Именно вот в этот момент и наступает химическое равновесие. Ребята, при равновесии все количество вещества постоянны, поэтому возникает впечатление, что в системе ничего не происходит. На самом деле и прямая, и обратная реакция протекают одновременно и с одинаковой скоростью. Сколько продуктов образуется за счет прямой реакции, столько же их расходуется в обратной реакции. Химическое равновесие имеет динамический характер. Направление протекания химической реакции определяется условием ее проведения, то есть температурой, давлением, концентрацией веществ. Это мы с вами будем уже рассматривать на следующем уроке. А пока продолжим и записываем следующее определение. Химическое равновесие это состояние химической реакции, при котором количество исходных веществ и продуктов не меняются со временем. Продолжаем, ребята. Все вышесказанное, давайте еще раз закрепим на данном рисунке. Смотрим. В первой посуде у нас скорость прямой реакции высокая, потому что реагенты А плюс В с большой скоростью начинают реагировать друг с другом, потому что у них в начальный момент концентрация также высокая. Дальше смотрим. Скорость прямой реакции постепенно уменьшается, а скорость обратной реакции начинает повышаться. То есть концентрация реагентов постепенно начинает уменьшаться, а концентрация продуктов постепенно увеличивается, что следовательно влияет и на скорость. Дальше скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции. То есть в этот момент уже реагенты равны продуктам. Именно поэтому и возникает химическое равновесие. Хорошо, ребята. Здесь вы можете увидеть внизу графики скорость прямой реакции. Обратили внимание на график, быстренько у себя зафиксировали. Обращаем внимание на график скорости обратной реакции и обращаем внимание на график скорости химического равновесия. Хорошо, ребята. Надеюсь, все эти моменты вы у себя записали. Продолжим. Константы химического равновесия. Познакомимся с данной величиной. В состоянии равновесия обе реакции идут, но при этом концентрация веществ находится в равновесии. Образуется равновесная концентрация, так как уравновешена скорость. Скорость прямой реакции, как мы с вами видим, и скорость обратной реакции. Продолжим. Химическое равновесие характеризуется константа химического равновесия, которая выражается сводной формулой. Обратили внимание на данную формулу и не только обратили внимание, но и в обязательном порядке записали и запомнили. Константа реакции равна константа прямой реакции. Делим на константу обратимой реакции. И это все есть постоянная величина. Хорошо, ребята. Сейчас поближе познакомимся с данной формулой. Константа скорости реакции можно выразить через соотношение скорости реакции. Возьмем условное уравнение обратной реакции. Смотрим. А плюс Б. Обратимый процесс. Образуется С плюс Д. Такие же стоят и коэффициенты перед данными веществами. Хорошо. Тогда скорости прямой и обратной реакции будут равны. Записываем. Скорость прямой реакции равна константа прямой реакции. Умножается на концентрацию А в степени А. То есть данные коэффициенты, как мы с вами уже знаем, возводятся в степень. Дальше будем умножать на концентрацию реагента В в степени В. А теперь записывайте скорость для обратной реакции. Константа обратной реакции умножается на концентрацию вещества С в степени С умножается на концентрацию Д в степени Д. Записали? Продолжаем дальше. Соответственно, если скорость прямой реакции будет равна скорости обратной реакции, то записывайте следующее выражение. Константа прямой реакции умножена на концентрацию А в степени А, умножена на концентрацию В в степени В. И все это, следовательно, будет равно скорости обратной реакции. Записываем. Равно константа обратной реакции умножена на концентрацию С в степени С и умножена на концентрацию Д в степени Д. Я надеюсь, это вы также записали. Я могу продолжить, ребята. Отсюда можно выразить следующее соотношение константа. Выражаем вместе со мной. Константа обратной реакции делим на константу прямой реакции. Хорошо. Следовательно, это будет равно концентрации С в степени С умножается на концентрацию D в степени D и делится на концентрацию А в степени А, умноженной на концентрацию B. Дальше смотрим, ребята. Это соотношение равно константе равновесия. Обратили внимание, константа равновесия равно концентрация С в степени С умножена на концентрацию D в степени D и все это делится на концентрацию А в степени А, умноженной на концентрацию B в степени B. Дорогие ребята, я надеюсь, все эти выражения вы у себя записали. В обязательном порядке после урока, пожалуйста, просмотрите еще раз данные математические выражения, связанные с константой равновесия реакции, а также все вышесказанное вам не составило труда понять. А теперь давайте мы с вами закрепим, что же мы сегодня узнали. Реакции в зависимости от конечных продуктов классифицируются на обратимые и необратимые. Обратимые реакции протекают в обе стороны. Исходные вещества образуют конечные продукты, которые разлагаются на исходные вещества. В ходе реакции скорости прямой и обратной реакции уравновешиваются. Такое состояние называется химическим равновесием. Оно может быть выражено как соотношение произведения равновесных концентраций продуктов реакции к произведению равновесных концентраций исходных веществ. Хорошо, ребята. Вот мы и подошли к концу нашего урока. Надеюсь, все вам было ясно. И в свою очередь я хочу попросить, пожалуйста, закрепите изученные на странице 143-144. Желаю вам удачи. До следующего урока. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами продолжаем изучение половой системы человека. И сегодня мы уже поговорим о том, как развивается человек. Как он развивается до своего появления на свет, до рождения. Ну а потом поговорим, какие периоды он проходит в своем развитии, начиная с момента рождения. Но сначала давайте немножко вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке. На прошлом уроке мы с вами узнали, что из двух предложенных способов размножения человеку подходит именно половое размножение. Почему? Потому что это размножение протекает при участии гамет. Гаметы – это половые клетки. Женская половая клетка называется яйцеклетка. И образуется она в специальном органе, который называется яичник. Это парные органы. Яйцеклетка считается самой крупной клеткой женского организма, хотя имеет очень мелкие размеры. И она неподвижна. А вот сперматозоидов очень много образуется. Образуются они в семенниках. Это мелкие половые клетки. И они подвижны. Почему? Потому что у них есть хвостик. Но помните, я говорила, когда они становятся подвижными? Когда они смешиваются с секретом предстательной железы. А зачем сперматозоид должен обладать подвижностью? Подвижность ему, ребята, нужна для того, чтобы здесь, в маточной струбе, встретиться с яйцеклеткой. Именно здесь должен пройти процесс оплодотворения. Итак, давайте вспомним. Я уже говорила, что ежемесячно в одном из яичников женского организма с наступлением половой зрелости созревает яйцеклетка. Она появляется в фолликулах, это пузырьки. Пузырек фолликула растет, увеличивается, он лопается, и яйцеклетка попадает в маточную трубу. Итак, она движется по маточной трубе. Мы помним, что сама яйцеклетка передвигаться не может. Но током ресничек маточных труб она движется дальше. И именно здесь она может встретиться со сперматозоидами, которые, благодаря тому, что они сами движутся, могут попасть в маточную трубу. Сперматозоидов много, но только с одним может произойти слияние яйцеклетки. И если это слияние произошло, то мы говорим, что произошел процесс оплодотворения. И именно с этого момента в женском организме наступает беременность. Беременность, ребята, в женском организме у человека длится 40 недель или 280 дней. Вот этот период внутриутробного развития мы иначе называем эмбриональное развитие. Это развитие ребенка в утробе матери. Это развитие делится на три этапа. Начальный период, зародышевый период и плодный период. Давайте разберем каждый период в отдельности. Итак, оплодотворение произошло. В результате оплодотворения в маточной трубе образовалась зигота. Что такое зигота? Зигота, по сути, это одна клетка, но это и есть уже новый организм. И эта зигота продолжает свое путешествие по маточной трубе, и здесь зигота дробится, делится и превращается уже в многоклеточный зародыш. Она опускается в полость матки и еще два дня пребывает здесь в свободном состоянии, но потом этот многоклеточный зародыш начинает погружаться в слизистый эпителий матки. Мы говорим, имплантируется, прикрепляется. Именно вот этот промежуток времени с момента оплодотворения, с момента образования зиготы до момента погружения и прикрепления мы называем начальным периодом. Что происходит дальше с многоклеточным зародышем? Конечно, он растет. Теперь зародыш окружен двумя оболочками. Он как будто в пузыре с водой, но сверху есть еще одна оболочка с ворсинками. А внутри этих ворсинок имеются капилляры. Именно через эти капилляры он сейчас и дышит, и питается. Зародыш продолжает расти. И уже к концу второго месяца у зародыша бьется сердце. У него видны глаза, у него есть конечности, у него появляются пальчики. Он напоминает маленького человечка, хотя размер его всего 3 сантиметра. И вот уже к концу второго месяца зародыш полностью выпирает полость матки, но вот эти ворсинки разрастаются и все глубже-глубже погружаются в полость матки. Образуется орган, который, ребята, называется плацента. Или иначе мы его называем детское место. Именно здесь капилляры мамы и ребенка очень тесно контактируют друг с другом. Запомните, что кровь мамы и ребенка никогда не смешивается. Просто капилляры очень плотно подходят друг к другу. И происходит это именно здесь. Мама передает питательные вещества кислород ребенку и забирает углекислый газ и продукты обмена веществ. А дальше это попуповение подходит как раз-таки к ребенку. Итак, с третьего месяца начинается следующий период, который называется плотный. То есть с момента, когда образовалась плацента, начинается плотный период. С четвертого месяца плацента выполняет еще и другую функцию. Она превращается в железу временной секреции и начинает выделять гормон. Итак, плотный период длится 7 месяцев и к концу 40-й недели, в сумме получилось 9 месяцев, 40 недель, наш плот созрел. Теперь он готов появиться на свет. Происходит рождение и врачи перевязают пуповину. Итак, внутриутробное эмбриональное развитие подошло к концу. Очень важно помнить, и это должна помнить именно беременная женщина, что от того, как она себя ведет, как она питается, отдыхает, не отдыхает, зависит здоровье ее будущего ребенка. Поэтому категорически запрещается употреблять спиртные напитки, курить, поднимать тяжелые вещи. Вообще, в принципе, одежда должна быть очень удобной, обувь должна быть комфортной. Беременная женщина должна много отдыхать, высыпаться, хорошо питаться, получать достаточное количество кальция и витамина. Итак, ребенок родился. Внутриутробное развитие закончилось. И вот теперь начинается постэмбриональное развитие, которое тоже проходит несколько этапов. Итак, это период новорожденности, грудной период, ясельный период, дошкольный период и школьный период. Период новорожденности – это первые четыре недели пребывания человека вот здесь, среди нас. Что здесь происходит? Ребенок адаптируется. Он настолько привык жить в утробе мамы, быть окруженным водой, что сейчас все вокруг его удивляет. Он приспосабливается. То есть вот этот период новорожденности, который длится четыре недели, это скорее период просто адаптации. А потом наступает грудной период, который длится 11 месяцев и заканчивается первым днем рождения вашего ребенка. Вот здесь происходит очень много изменений. Во-первых, появляются изгибы позвоночника. Например, в два месяца появляются шейные изгибы, ребенок держит голову. В шесть месяцев ребенок садится, потому что появляется другое искривление. К году ребенок может пойти. В шесть месяцев, если вы помните, появляются молочные зубы. Ясельный период. Ясельный период длится от одного года до трех лет. И как раз-таки именно в этом возрасте дети становятся почемучками. Они становятся очень любознательными, потому что они познают мир. И очень важно как раз-таки заниматься интеллектуальным развитием ребенка в этом возрасте. Дошкольный период от трех до шести лет. И здесь интенсивно меняются пропорции тела. Очень активно растет головной мозг. И уже после шести лет, до семнадцати-восемнадцати, мы говорим, что это школьный период. Вот здесь, пожалуй, я немножко остановлюсь. Школьный период делится на младший, средний и подростковый. Подростковый период – это промежуток времени между вашим детством и юностью. И, скорее всего, вот здесь я немножко остановлюсь. Почему? Да потому что вы сейчас находитесь в этом возрасте. Подростковый период в среднем приходится на возраст, если это девочка от 10 до 12 лет, если это мальчик от 13 до 14 лет. Дело в том, что все психологи сошлись во мнении, что это самый опасный период в вашем развитии. Почему? Потому что именно в этот момент меняется ваш характер, меняется ваше мировоззрение. Вы становитесь более неуравновешенными, не сдержанными. Почему? Дело в том, что в этот момент активно начинают работать железо внутренней секреции и гипофиз, и щитовидная железа, и надпоченьки. Половые железы начинают вырабатывать очень много гормонов. У вас появляются вторичные половые признаки, что может вас несколько настораживать и пугать. Но вы должны четко понимать, что это нормальная физиология, и если вас что-то беспокоит, то вы всегда должны обратиться к людям, которые вас окружают и всегда объясняют, что это не является проблемой, а является нормой. У вас меняются пропорции тела, например, у вас меняются ваши контуры, очертания. Например, у девочек становится шире таз, а у мальчиков шире плечи. У вас меняется вес, у вас ломается голос. И, в принципе, именно в этом возрасте наступает половая зрелость. Ну а дальше 17 лет. От 17 до 21 года – это период молодности. А потом с 22 до 60 – это зрелость. Именно в этот самый-самый длинный период вы становитесь готовыми для создания своей собственной семьи и для продолжения рода. Ну а потом 61, и вы считаетесь уже пожилым. До 75 – 76, и это считается уже старость. И вот уже 90. И если посчастливилось дожить до 90, то тогда мы говорим, что это долголетие. Итак, ребята, сегодня мы закончили с вами изучение половой системы. И теперь вы знаете, что человек развивается как бы в два этапа. Сначала это эмбриональное развитие, внутриутробное развитие, которое происходит в организме мамы. И потом, начиная с момента рождения, начинается второй этап, который называется постэмбриональное развитие. На этом наш урок сегодня подходит к концу. Пожалуйста, выполните все задания, которые есть у вас в параграфе. И, пожалуйста, обратите нам таблицу на странице 131. Я думаю, вам интересно будет ее проанализировать, потому что здесь вы узнаете, сколько вы в норме должны весить, и какого роста вы должны быть согласно своему возрасту. Ну а также проанализируйте и сравните, есть ли изменения в зависимости от того, это мальчик или девочка, и в каком именно возрасте наблюдаются наиболее интенсивные изменения. Ну на этом сегодня все. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами начинаем новый раздел. Этот раздел, ребята, у нас касается мирового океана, солености мирового океана, температуры и так далее. Но до перехода к теме я хочу с вами обсудить, какая сфера изучает мировой океан. Ребята, мы знаем, что мировой океан относится к водной оболочке. А водную оболочку мы с вами проходили, называем как гидросферой. Правильно. Общая площадь мирового океана составляет 361 миллион квадратных километров. И впервые единство мирового океана доказал Фернан Магеллан во время Великих географических открытий. Сейчас давайте с вами перейдем к теме. Давайте прочитаем с вами этот текст. В формировании вод, накопившихся в гидросфере, важную роль сыграли водяные пары, выделившиеся из недр Земли, при вулканических процессах. В последующие периоды в результате похолодания долго шли дожди. Образовалась гидросфера. Водяные пары при переходе в жидкое состояние растворили другие вещества и превратились в минеральный раствор. И вода, и соли в ее составе выделились из мантии. Современный химический состав воды сформировался при участии биосферы, атмосферы и минеральных веществ, приносимых реками с участков суши. Излияние на земную поверхность горячей массы из мантии привело к разделению мирового океана на отдельные части. Ребята, вследствие разделения мирового океана сформировались 4 океана. Сначала сформировались Тихий и Северный Ледовитый океан, а потом уже Атлантические и Индийские океаны. И вследствие чего в настоящее время площадь Тихого и Северного Ледовитого океанов с каждым днем уменьшается, и они являются древними океанами. А площадь Атлантического и Индийского океанов с каждым днем увеличивается, так как они являются молодыми океанами. Вот, ребята, давайте рассмотрим с вами эти океаны. Тихий океан, он самый большой по площади и самый древний океан. Далее Северный Ледовитый океан, второй по древности океан. Молодые океаны – это Атлантический океан и Индийский океан. Ребята, мы знаем, что сначала у нас существовала единая суша – Пангея, и она была окружена водами океана Панталаса. Но вследствие тектонических процессов у нас Пангея разделилась на две части – на Лавразию и на Гондвану. Лавразия образовала северные материки, Гондвана – южные материки. В результате этого между ними сформировался океан Тетис. Но, ребята, в формировании вод мирового океана важную роль сыграли также и метеориты, а также и астероиды, и водяные пары, поступающие на земную поверхность из космоса. Давайте посмотрим, как исследовали мировой океан в древности. Во время Великих географических открытий для измерения глубины мирового океана использовали прибор, называемый ЛОТ. Значит, к веревке прикрепляли тяжелый груз и опускали на дно мирового океана. И до середины XIX века люди считали, что океаны – это глубокие впадины, наполненные соленой водой. Во время Первой мировой войны для измерения глубин океанов был изобретен эхолот. Сигнал, посланный с эхолота, достигает скорости 1500 метров в секунду. Современный эхолот, ребята, называют сонар. И данный прибор мы можем использовать при составлении профиля дна мирового океана. В 1943 году французский океанолог Жак-Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели аквалаг для того, чтобы исследовать участки вод до глубины 40 метров. Глубину Марианского желоба, которая является самой глубокой впадиной мирового океана, ее глубина составляет 11 022 метра. Его глубину данного желоба впервые измерили на корабле бывшего СССР «Витязь» в 1957 году. И в эту впадину в 1960 году впервые на батискафе опустился швейцарский ученый Жак Пикар. Ребята, для того, чтобы провести глубоководные исследования, люди изобрели такие приборы, как батискаф и батисфера. Батискаф – это автоматически управляемое устройство для глубинных исследований. А батисфера – это устройство, которое управляется кораблем, также предназначено для глубинных исследований. В 1872-76 годах впервые на британском корабле «Челленджер» было организовано океаническое исследование. И вследствие чего была напечатана 50-тонная книга. Ребята, результатами этих исследований является то, что было установлено, что на дне Мирового океана имеются подводные горы, горные хребты, впадины и так далее. Сейчас давайте вместе с вами перейдем к выполнению заданий. У нас тут даются пункты. И мы вместе сейчас должны определить, какие из этих выражений являются верными. Вода Мирового океана и минерала в ее составе выделились из мантии. Это верно. Современный химический состав воды сформировался при участии биосферы и атмосферы. Это также верно. Первоначально образовались Атлантические и Индийские океаны. Мы сказали, что первоначально сформировались Северные, Ледовитые и Тихие океаны. То есть пункт номер 3 неправильный. Вода Мирового океана выделилась из метеоритов и астероидов. Это тоже верно. Объем воды в Мировом океане сформировался постепенно. Верно. Океан Тетис располагался между Лавразией и Гондваной. Также является верным вариантом. Мировой океан поглощает часть солнечной энергии и оказывает влияние на формирование климата на Земле. Верно, ребята. Именно Мировой океан оказывает огромнейшее влияние на формирование климата на Земле. Далее. Изучение океанов началось вперед в развитии морской торговли. Нет. Изучение океанов началось вперед великих географических открытий. Глубинные части Мирового океана исследуются с помощью батисферы и батискафа. Да, мы сказали, что эти два устройства, батискаф и батисфера, предназначены для проведения глубоководных исследований. Глубинные части океанов определяются с помощью прибора ЛОТ. Нет, ребята. Прибор ЛОТ – это у нас устаревший прибор. Сейчас, на данный момент, да, этим прибором не пользуются. С помощью эхолота можно построить профиль рельефа дна океанов. Тоже верно. Глубина водных бассейнов изображается изобатами. Правильно, ребята. Глубина водных бассейнов изображается с помощью линий изобатов. Значит, тут будут верными варианты 2, 4 и 5. Следующее задание. Нам нужно определить глубину океана, если звуковой сигнал, посланный с эхолота, возвратился через 5 секунд. Ребята, скорость звукового сигнала, посланного с эхолота, составляет 1500 метров в секунду. Значит, сначала мы должны 1500 умножить на 5 секунд. У нас получится 7500 метров в секунду. Но у вас тут говорится, сигнал, посланный с эхолота, возвратился. Значит, мы должны этот результат разделить на 2. У нас получится 3750 метров в секунду. Второе задание. Через сколько секунд сигнал, посланный с эхолота, возвратился со дна океана, если его глубина 6000 метров? Что вы делаете? Вы глубину делите на скорость звукового сигнала. То есть 6000 метров вы делите на 1500. У вас получится 4 секунды. Далее, что вы делаете? Через сколько секунд сигнал, посланный с эхолота, опять говорится, возвратился со дна океана? То есть вы 4 секунд умножаете на 2. Через 8 секунд звуковой сигнал, посланный с эхолота, вернулся обратно. Третье задание. Гидронавты, находящиеся в Марианском жёлобе, через сколько секунд примут звуковой сигнал, посланный с корабля? Сначала давайте с вами вспомним глубину Марианского жёлоба. Глубина Марианского жёлоба, мы сказали, что составляет 11 022 метра. 11 022 метра делите на 1500 метров в секунду. 11 022 метра делите на 1500 метров в секунду, и у вас получится 7,4 секунды. Итак, ребята, на этом завершается наш урок. Желаю всем вам удачи, успехов. Увидимся на следующих уроках. До свидания. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на урок информатики. Тема сегодняшнего урока является создание многоугольников цикл while. Давайте вспомним с вами, что мы изучили на прошлом уроке. Итак, перед вами небольшая программа и такой вопрос. Что же нарисует черепашка по итогу этой программы? Давайте посмотрим, что это за программа. Первая строчка. From turtle import all. Помним, что звёздочка это значит all. Forward 100. Left 120. Forward 100. Left 120. Forward 100. И exit on click. Да, черепашка нам нарисует треугольник. Итак, давайте разберём, как же получился треугольник. Первая строчка кода. Это мы импортируем модуль turtle или модуль черепашка из стороннего клиента. Import all. То есть импортируем все функции. Все у нас показывает как раз таки звёздочка. Дальше мы идём вперёд. Forward 100. То есть мы идём вперёд на 100 пикселей. Дальше left 120. Тут показывает, на сколько градусов мы поворачиваем налево. Это угол 120 градусов. Затем опять идём вперёд на 100 пикселей. Дальше ещё раз поворачиваем на 120 градусов. И идём вперёд на 100 пикселей. И последняя команда. Exit on click. Она нам нужна для того, чтобы наш треугольник остался у нас на экране. Итак, представьте себе, что мы захотим нарисовать 12-ти угольник. Да, такое тоже бывает. Чтобы нарисовать такую фигуру, нам понадобится 25 строчек кода. А это очень много. И на самом деле, если вам для рисования такого многоугольника, назовём его так, нужно много строчек кода, значит вы что-то делаете неправильно. Значит можно что-то оптимизировать. Итак, для того, чтобы понять, что можно оптимизировать, нам нужно посмотреть на код и понять, а что, а какие команды у нас повторяются. Если команда повторяется, мы знаем, что с этим делать. Об этом чуть позже. Давайте посмотрим на программу чуть ближе. Мы видим, что команда forward 50 и left 30 повторяется несколько раз. А если мы знаем, что команда повторяется, это у нас уже не линейный алгоритм, а циклический алгоритм. Итак, в данной ситуации нам поможет циклический алгоритм. Цикл — это многократное повторение определённых действий. То есть если наш линейный алгоритм повторяется несколько раз, то он уже становится циклическим алгоритмом. Итак, давайте вспомним структуру цикла while. Что такое цикл while и как он работает. Итак, цикл while выглядит следующим образом. Для начала нам нужен такой счётчик. Поэтому в первой строчке мы пишем переменную i и присваиваем ей значение 0. То есть мы начинаем считать с нуля. Дальше идёт сам цикл. Пишется while. Дальше пишется условие. До тех пор он будет повторять, пока это условие не будет ложью. У нас i меньше 5. И дальше у нас идёт команда, то есть тело цикла. Помним, что тело цикла у нас пишется с отступом. 4 пробела или одна кнопка tab. Итак, давайте посмотрим, как будет работать этот цикл. Итак, у нас есть переменная i, t, в которой значение 0. И мы говорим, пока i меньше 5, ты должен выполнить вот эти строчки. То есть третью и четвёртую. То есть print i и i равняется i плюс 1. Что это значит? Мы заходим в первую итерацию цикла. У нас i равняется нулю. И у нас идёт проверка. И меньше, чем 5, то есть 0 меньше, чем 5. Да, 0 меньше, чем 5. Если мы на этот вопрос, то есть на это условие, которое идёт после слова while, отвечаем положительно, то мы заходим внутрь цикла. То есть мы печатаем i, то есть i у нас равен нулю, и дальше к i прибавляем единицу. Как прибавляем? Мы говорим, что новое i будет равняться старое i плюс 1. В данном случае у нас старое i равняется нулю. 0 плюс 1 получается 1. И дальше мы идём опять while. Мы проверяем. Теперь у нас i равняется не нулю, а единица, потому что мы его увеличили на 1. 1 меньше, чем 5? Да, меньше. И поэтому заходим внутрь цикла. И так до 5. Итак, цикл while для рисования многоугольника. Вспомним из курса математики, что сумма внешних углов многоугольника равна 360 градусов, как и круг. Для построения n-угольника необходимо черепашку поворачивать на 360, делённое на n градусов, и перемещать её n раз. Итак, вот таким образом будет выглядеть наша программа. Конечно же, мы импортируем черепашку from turtle import all. Дальше мы говорим n равняется int, input, введите количество сторон. То есть мы человеку предлагаем самому решить, скольки угольник он будет рисовать. Итак, человек вводит количество сторон. Дальше у нас идёт счётчик наш, i равняется нулю. While i меньше, чем n. n у нас то число, которое ввёл человек. Мы идём forward 60, мы идём вперёд на 60 пикселей. Дальше мы поворачиваемся налево, на сколько градусов? На 360, делённое на n. Помним, что n это количество сторон, которые мы хотим, чтобы нарисовал наша черепашка. Дальше i равняется i плюс 1. То есть мы увеличиваем на значение. И дальше exit on click. Помним, что exit on click помогает нашему рисунку быть на экране. Итак, данная программа запрашивает ввести значение n, которое отвечает за количество сторон многоугольника, повторяется n раз и поворачивает налево на 360, делённое на n градусов. Сначала выполнение программ при введении числа 10. Итак, результат нашей программы, при том, что наш пользователь будет вводить разные значения, будет совершенно разным. В этом и есть наша программа. Она является уникальной. Она нам не рисует только один вид многоугольника. Она рисует именно столько многоугольников, сколько сам человек запросит. Итак, если мы напишем 6, то он нам нарисует шестиугольник. Если 8, то восьмиугольник. Если 12, то двенадцатиугольник. А что если я вам скажу, что мы можем не только рисовать многоугольники, но мы можем их ещё закрашивать. То есть мы их можем залить, наши фигуры. Итак, модуль Turtle позволяет закрашивать замкнутую область. Так как наш многоугольник становится замкнутым в конце, то мы можем закрасить внутреннюю часть этого многоугольника. Не обязательно, чтобы это был многоугольник. Любая замкнутая область может быть окрашена. Итак, для начала у нас нужна команда Begin Fill. Эта команда начинает заливку. Дальше у нас идёт код, который рисует фигуру, и потом End Fill, то есть закончить заливку. Fill в переводе с английского значит заполнить. Итак, ещё раз. Если мы знаем, что мы будем окрашивать, то есть заливать нашу фигуру каким-нибудь цветом, мы в самом начале должны дать команду Begin Fill. Дальше мы рисуем нашу фигуру, и в конце End Fill, чтобы он понимал, что мы закончили рисовать, и пора уже окрашивать нашу фигуру. Итак, как будет выглядеть заливка? В этой программе мы задаём количество сторон фигуры переменной 8, и цвет заливки зелёный. Итак, импортируем модуль Turtle. Дальше мы говорим, что n равняется 8, то есть мы хотим нарисовать восьмиугольник. У нас идёт счётчик, и равняется нулю. И дальше Begin Fill. Команда, которая начинает заливать. То есть он понимает, что я сейчас нарисую многоугольник, а после этого я буду его заливать. Итак, дальше мы рисуем многоугольник с помощью нашего цикла While. While E меньше n, то есть меньше 8. Forward 60, Left 360, делённое на 8. Мы знаем, что n у нас значение имеет 8. И дальше прибавляем к нашему счётчику плюс 1. После того, как цикл нарисовал многоугольник, мы говорим, что Color Green. Что мы этим самым показываем? Мы показываем, что наша заливка, то есть наша фигура, внутри будет зелёного цвета. Мы даём Color Green. Дальше мы говорим End Fill. То есть заканчивай заливать нашу фигуру цветом. И Exit On Click. Мы хотим, чтобы наш рисунок остался на экране. Как можно теперь нарисовать окружность? Да, вы можете нарисовать окружность с помощью всяких других математистических формул. Но на самом деле черепашка, она у нас умная. У неё есть такая команда Circle. Итак, для этого есть команда Circle в скобках r, которая рисует окружность с радиусом r. То есть в скобках не надо писать букву r, надо писать радиус, который вы хотите, чтобы было у вашей окружности. Например, from Turtle Import All, r равняется 100, Begin Fill, Circle R, Color Yellow, End Fill и Exit On Click. По итогу выполнения данной программы у нас на экране будет окружность радиусом 100 пикселей и цветом жёлтым, потому что мы его окрасили в жёлтый цвет. Итак, представьте, что у нас есть несколько многоугольников, и нам нужно их нарисовать. Чтобы многоугольники не пересекались, будем использовать команду Pen Up и Pen Down, которые поднимают и опускают перо. Представьте, что нам данное задание нарисовать два квадрата. Они должны стоять друг за другом. Итак, помним, что чтобы нарисовать какую-то фигуру, нам нужно опустить перо. Представьте, что вы сами её рисуете. Вы же берёте сначала ручку, опускаете ручку на бумагу и начинаете рисовать. Если вы перестаёте рисовать, вы поднимаете ручку, и тем самым вы можете двигаться по бумаге и не рисовать. Тут то же самое. Есть команда Pen Up, которая поднимает перо, и Pen Down, которая опускает перо. Если мы хотим после того, как нарисовали один квадрат, перестать рисовать, чтобы переместиться, правее, левее, выше, ниже, неважно куда-то по нашему экрану, мы должны поднять перо с помощью команды Pen Up. После того, как мы подняли перо, переместились на нужную область, нам теперь нужно опустить перо. Мы даём команду Pen Down, и после этого перо опускается, и все шаги будут показываться как рисунок. Итак, давайте подведём итоги урока. Как можно нарисовать многоугольник? Первый вопрос. И второй вопрос. Какой командой заливаем замкнутую фигуру? Чтобы рисовать многоугольники, мы должны использовать циклы. Цикл While в данном случае. Заливка замкнутых фигур осуществляется командой Begin Fill, то есть начало заливки. Дальше у нас идёт наш код, который рисует программу. Дальше идёт наш код, который рисует многоугольник. И дальше End Fill, конец заливки. Спасибо большое за внимание. Помните про социальную дистанцию и пользуйтесь средствами гигиены. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»